С тортами, цветами и памятными подарками пришли прихожане на вечернюю мессу в Дагуфпилский костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, чтобы поздравить настоятеля прихода, отца Юриса Муконса, с 80-летним юбилеем. 2018 год – трижды юбилейный для отца Юриса. В мае он отмечал 50-летие священства, в 30 лет из которых он служит в приходе костела непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, одном из самых больших приходов Латвии. Отец Юрис Муконс родился 30 октября 1938 года в Калубской волости. После окончания школы поступил в Рижскую духовную семинарию. Служба в армии не помешала планам отца Юриса, и по возвращению он окончил учебу. После рукоположения в 1968 году он был направлен для служения в Агонскую базилику. Затем были Екапилс, Яун Елгова, Юзефова. С 1988 года он служит в Дагуфпилсе. Затем были Екапилс, Яун Елгова, Юзефова. За счет прожито, и прожито, кажется, у себя сердце прожито эти 80 лет. После праздничной службы в костеле выстроилась целая очередь из желающих поздравить священника с юбилеем. Для всех отец Юрис – пример для подражания. Когда он приехал сюда, в Дагуфпилс, служить так я вот не с этого времени с ним знаком. Это уже как бы образец для подражания. Я уже повторяюсь, может быть, в своих словах, но вот именно, что его такая старательность, озывчивость к людям, это вот говорит о таком человеческом высоком качестве этого священника Юриса. Служители, они служат и вдохновляют людей, и старых, и молодых. Что тут сказать? Очень важное у них служение. Мы уже с ним работаем, Боже мой, сколько. Я 60-го года, 61-го года, еще его не было, его я, его не мама, мы это хоронили, и всех. Мы его как самого лучшего друга, как самый лучший, самый хороший. Вижу отца Юриса, как такой большой, красивый пример доброго пастыря, очень такого смиренного сердцем, смиренного перед Богом, и очень открытого, и верного своей пастве, своим людям. Все, что он делает, делает очень красиво, делает с такой большой отдачей, с красивым сердцем, во всем, что он делает, молится, служит мессу, на исповеди, цветочки, которые у него посажены вокруг храма, за которыми он сам ухаживает. Он идет этим путем святости, и чтобы хватило сил, вы стоите до конца. Я думаю, что это мечта каждого человека вообще, и особенно священника, потому что говорят, что священнику еще труднее, потому что он отвечает не только за себя перед Богом, но и за всех людей, которые ему доверены. Без ложной скромности священник признался, что ждал поздравлений от горожан, ведь всю свою жизнь он стремился помогать людям. И прощаясь, отец Юрий Смоконс призвал прихожан быть благодарными за все. Любовь Тран, Александр Хлистов, телевидение ДАУТКОМ.